в одном из своих прошлых роликов я рассказал о том как мы создаем окружающую реальность вокруг себя весь наш мир является виртуальным по отношению к нам и создан из наших мыслей все наше реальное состояние внутри нас и снаружи нас порождено нашим интеллектом нашим умом нашими различными способностями и в этом фильме я постараюсь вам рассказать о том почему и как образовались соленые моря соленый океан на нашей матушке земле еще раз вернусь немного на шаг назад я понимаю что каждый из вас прекрасно осведомлен о той реальности которую создали наши ученые для нас с вами чтобы мы жили в ней и пользовались ее благами а также учитывали ее проблемные части этой реальности и наши ученые говорят что соленые океаны и моря существовали на нашей земле самого ее рождения и ни один ученый не может объяснить почему и как и из чего и для чего сформировались эти соленые моря и океаны однако существует несколько исследований которые говорят о том что в большинстве территорий раньше не существовало тех условий жизни которые наблюдаются сегодня ну например возьмем те же условия в древнем египте если мы смотрим на того же сфинкса бока которого изъедены приливами и отливами мы заключаем из этого следующее что там на уровне этого самого сфинкса на уровне его спины выше и ниже была вода соленая или пресная вопрос другой но если она была на этом уровне то вода замыкала собой все окружающие моря и океаны если эти исследования верны а о них говорят очень много то тогда возникает очень простой вопрос почему прибавилась вода и почему она убавилась некоторые исследователи отвечают на этот вопрос так что поверхность древнего египта либо поверхность всей африки то повышается то понижается в зависимости от какой-то необходимости ну и естественно весь континент либо уходит под воду либо возвышается над ней это конечно можно было бы признать за объяснение но все это частной флуктуации ну подумаешь сегодня поднялось завтра опустилась а само образование это откуда произошло цель то какая всего этого изменения которые происходят с землей и с ее океанами так вот мое предположение следующее в некоторые древние времена официальные данные говорят что это было второе тысячелетие до нашей эры по моей статистике временной статистике это было скорее 17 столетия нашего времени с вами то есть 17 век состоялась религиозная революция когда сильные мира сего поняли что они могут получить и закрепить за собой власть а также ее результат деньги и владение различными территориями и рабами и народами они могут закрепить и получить свою эту власть только путем вовлечения масс народов в религиозное сумасшествие и когда была придумана религия то все люди все большинство людей ударилась формирование этой новой виртуальной реальности которая называется религия большие массы людей как я уже говорил каждый из которых обладает мощностью справочной мощностью 240 ватт вдруг начали слагать потоки энергии своих в одно когерентное излучение когерентное это когда все так сонаправленно и эти когерентные излучатели люди они в конце концов зажгли то самое солнце которое светит нам с неба прежде этого солнца не было причем об этом говорит библию в первой главе и она это библия на которой клянутся президенты соединенных штатов на которой клянется реальная светская политическая власть нашей планеты то есть нужно уважать посылы этого издания так вот библия говорит что именно библейский бог зажег это солнце давайте посчитаем что это так хотя физически я вам уже сказал что когда люди объединились и начали мыслить в одном едином порыве то они создали свою фрагментарную виртуальную реальность в которой и загорелось это солнце не все люди и не сразу поняли что вот там в каком-то небе будет светить какой-то объект который для них станет богом по имени иисус и который проявится вот таким пылающим солнцем это все происходило со временем и в эту виртуальность в ее создание вовлекались люди все больших и больших количеств и в результате как мы видим солнце воссияло и теперь давайте сравнивать если мы берем официальную историю то гелиополис солнечный город появился во втором тысячелетии примерно в том самом древнем египте где до этого существовали пальмы леса хорошие водные ресурсы и тому подобное а теперь у нас есть представление о египте как о выжженной солнцем пустыне так вот смысл как раз сводится к этому когда на территории египта допустим на территории египта стали сочинять новую религию чтобы освоить свою власть люди настолько распалили солнце что она сожгла ранее плодотворную плодоносную плодородную землю вместе со всеми ресурсами и выпарила различные водяные ресурсы водяные источники дальше эту религию понесли по так называемому полумесяцу странам полумесяца которые постепенно выгорели также как древний египет и если мы сегодня посмотрим на физическую карту нашей с вами земли то мы увидим что выжжены солнцем как раз те территории в которых наблюдается по сей день максимальное количество верующих в ту или иную секту авраамизма авраамизм это и есть результат библейской цивилизации которая зажгла солнце многие слышали из вас миф о так называемой атлантиде якобы она утонула якобы в нее ввели определенные врата эти врата мы можем с вами найти на наших исторических картах которые мы считаем что они достоверны и проблема в том что эту атлантиду современные исследователи ищут в разных местах и никто не интересуется почему именно она утонула почему она ушла под воду а на самом деле эта проблема связана с тем же солнцем которое появилась и именно из-за этого солнца пропала та самая атлантида дело в том что время его осознание сегодня очень большая проблема кто-то говорит тысячами лет кто-то говорит и распоряжается миллионами лет кто-то говорит сотнями лет я например после 20 с лишним лет исследований земной цивилизации четко пришел к выводу что всей цивилизации нашей чуть более 400 лет от начала ее материализации это 1531 год в этот год началась материализация стали происходить первые материальные шаги по формированию нашей реальности и это связано с появлением декарта и системы координат в которой и можно сделать нашу реальность если кто знает как делается виртуальная реальность в компьютерах тот меня понимает там выбирается система отсчета и в каждой точке этой системы отсчета прописывается определенная характеристика этой реальности не будет системы отсчета не будет прописывания никакой реальности вот так и у нас как только появился декарт он разработал систему отсчета декартовую систему отсчета которая дала возможность прописывать каждую координату с необходимыми ей атрибутами также абсолютно сегодня все эти атрибуты по координатам прописываются в наших компьютерах для создания какой-то картинки или какой-то видео реальности в самом компьютере так вот атлантида она определяется путем перехода через те самые врата которые ввели в эту атлантиду врата эти образованы геркулесовыми столпами а геркулесовые столпы это две такие колонны которые символизируют стояние бога на определенном месте геркулесовые столпы это две геркулесовых ноги изначально именно между ними нужно было пройти человеку чтобы попасть в какой-то другой мир который был за этими столпами за спиной этого геркулеса и который назывался собственно атлантида наиболее ранние геркулесовые столпы стоят у нас в краснодарском крае вы можете найти их на карте я вам сейчас это все покажу и направление на атлантиду в прежние годы в ранние годы она совпадала с сегодняшним направлением на юг и именно юг являлся той самой землей красной землей куда по теории верующих необходимо было пройти чтобы попасть в какой-то условный ад или рай там по разным верованиям разное было потом уже в нашу эпоху это уже после 17 века направление на атлантиду поменялось и поменялись своим расположением геркулесовые столпы они стали находиться там где сегодня гибралтар туда же переместились все воззрения сегодняшних верующих и за этими геркулесовыми столпами нашли ту самую землю которая называется как бы типа атлантидой ну вот сегодня это северная южная америка а атлантида реальная старая физическая якобы потонула как раз там в атлантическом океане от чего он так и называется теперь вот у нас две атлантиды но на самом деле все происходило как раз по первому сценарию когда существовала эта атлантида они как раз жрецы этой атлантиды впервые решили использовать религию для того чтобы управлять народами и они первые зажгли это солнце солнце стало выжигать землю потому что людей было в то время очень много атлантида была цветущей страной как нам доходит оттуда всякие мифы и все эти люди в едином порыве начали верить в какого-то нарисованного для них бога бог этот зажегся на небе в виде солнца и начал сжигать землю у земли начались проблемы и вот для того чтобы заглушить часть питающей это солнце энергии то есть уничтожить часть населения которое зажгло это палящее солнце земля была вынуждена прибегнуть к потопу разверзли с небеса и новая материализованная вода она хлынула на наши территории и потопила тот самый очаг который дал нам религию в виде этого самого солнца атлантида потонула солнце перестала получать избыточную энергию от молящихся опустила свою светимость до сегодняшнего уровня при котором в принципе можно более-менее существовать и люди которые остались жить на тех южных территориях засеяли свои тела меланином чтобы защититься от этого самого палящего солнца стали негроидами и все это происходило совершенно недавно поэтому если сильные мира сего которые зафиксировали какое-то повышение температуры и какое-то нагнетение от солнца различных вот этих параметров если они хотят уберечь нашу цивилизацию и не хотят чтобы небеса вновь проливались какими-то сумасшедшими дождями как это вот все лето идет по нашей земле то сильные мира сего должны резко ограничить светимость солнца светимость солнца ограничивается одним единственным вариантом нужно уменьшить количество церквей мечети и синагог и верующих людей нужно уменьшить количество интеллекта и разума которым питается это солнце то есть нужно резко уменьшить паству которая сжигает своими мыслями нашу с вами цивилизацию говоря простым физическим языком чем больше людей посылают свои туда энергии кратные двум стам сорока ваттам тем сильнее разогревается наш физический светильник тем сильнее он сюда отдает свою светимость и тем сильнее сжигает всю землю которая располагается под этим солнцем то вода которая хлынула суда с небес она не только потопила тех кто веруют веровали в это солнце но она также как вы понимаете создала огромные площади воды которые отражают солнечные лучи и которые охлаждают нашу планету если мы сравниваем нашу планету живым организмом то мы должны понимать когда человеку очень жарко он начинает потеть он начинает выделять влагу которая испаряясь и каким-то другим образом действуя охлаждает его организм абсолютно также действует моря и океаны для нашей земли во времена когда единственным светильником была звезда меру то есть полярная звезда земля находилась в комфортных условиях света хватало всем температура была стабильная и это было нормальное райское время после того как создали палящее солнце оно начало перегревать определенные области земли и земля прибегнула к формированию влаги которая покрыла землю снаружи стало первое испаряться второе охлаждать непосредственно самой собой как обычным охладителем и третье поверхность этой новой влаги морей и океанов она стала отражать солнечные лучи и четвертое вода это новая вода поглотила под собой тех кто слишком рьяно верил в новое солнце сегодня нужно контролировать солнечные потоки и надо не прекращать действие заводов и экономик а надо уничтожать очаги излишней религиозности авраамической религиозности именно она по законам физики по всем законам физики питает наше солнце просто до этого современные заскорузлые физики своими старыми мозгами устаревшими мозгами еще не дошли придет время дойдут и вы увидите ответ на свои вопросы зачем срубали головы церквам